Диана Алиевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как обычно в этот день и час события, факты, самые актуальные городские темы в программе «Лица столицы» в студии Александр Шелко. И сегодня мы встречаемся с начальником Департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Дианой Ферратовой. Добрый вечер, Диана Алиевна. Здравствуйте. Мы неоднократно встречались в этой студии. И все-таки для того, чтобы, может быть, нашим новым зрителям было понятно, расскажите об основных направлениях деятельности вашего департамента. Да, действительно, наш департамент, Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, достаточно популярная организация. Мы занимаемся тем, что предоставляем гражданам социальные выплаты, льготы, гарантии. Наверное, практически каждый третий житель так или иначе к нам обращался по тем или иным вопросам. Спектр вопросов, которые мы охватываем, достаточно широкий, начиная от пособий при рождении детей, различные пособия семьям с детьми, социальные выплаты. Также это и льготы и компенсации по плате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ежемесячные денежные выплаты некоторым категориям граждан, льгота по проезду в общественном транспорте. Кроме этого, также у нас есть в сфере ведения такой вопрос, как опека над совершеннолетними недееспособными гражданами. Также еще мы занимаемся мониторингом погашения задолженности заработной платы на предприятиях города Симферополя. И помимо этого, также у нас есть еще направление, это доступная среда для маломобильных групп населения, то есть в той части адаптации муниципальных учреждений для потребностей маломобильных групп населения. Достаточно много направлений, и все они в той или иной степени касаются, как вы уже сказали, большинства жителей города Симферополя. Давайте начнем, наверное, с самого важного для очень многих семей, это именно наши дети. Давайте остановимся подробнее на социальных выплатах семьям с детьми. Существуют ли какие-то, может быть, изменения в этом направлении, которые появились в нынешнем году, в 2020? Действительно, у нас достаточно широкий спектр пособий семьям с детьми, наверное, максимально широкий, который был за последние годы. Это начиная, конечно, от рождения ребенка, да, единоразовое пособие при рождении ребенка. Единоразовое пособие при рождении ребенка, оно выплачивается органами социальной защиты для неработающих граждан, работающие, соответственно, по месту работы. Это разовая выплата, 17,5 тысяч, выплачивается при рождении ребенка, независимо, какой ребенок по счету. Также выплачивается пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет. Опять же, работающие граждане, соответственно, по месту работы, вероятнее всего, уходят в отпуск по уходу за ребенком и получают пособие. Неработающие граждане получают такое пособие у нас в минимальном размере. Вот здесь, если кто-то помнит, то ранее у нас был дифференцированный размер. На первого ребенка он был порядка 3700 тысяч пособия, на второго ребенка был, на второго и последующего 6700. Вот с этого года у нас размеры уравнены, и на сегодняшний день, независимо от того, какой ребенок по счету, первый, второй, третий или последующий, пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 6750 рублей. Это пособие оформляется, опять же, если не работающие граждане, то в органах социальной защиты при предоставлении, соответственно, минимального комплекта документов. Это паспорт, СНИЛС родителя, свидетельство о рождении ребенка, ну и сведения о неполучении вторым родителям аналогичного пособия по месту работы, либо по месту жительства. То есть, помимо этого, у нас появилась такая выплата не так давно, да, с 2018 года, но все же это ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка. Она была утверждена указом президента. С 2018 года эта выплата предоставлялась при рождении первого ребенка. В этом году изменился критерий нуждаемости. Если ранее там необходим был доход семьи менее 1,5 прожиточных минимумов на человека, то с 2020 года критерий нуждаемости уже 2 прожиточных минимума. То есть, если семья, в которой родился первый ребенок, имеет доход ниже 2 прожиточных минимумов в расчете на одного человека, да, то есть на троих, то такая выплата предоставляется в размере на сегодняшний день 11 225 рублей. Эта выплата у нас, опять же, раньше назначалась только до полутора лет. С этого года размер выплаты, опять же, он индексируется ежегодно, да, и период выплаты в этом году был продлен до трех лет. То есть теперь выплата назначается сразу с момента рождения до достижения ребенка возраста одного года, потом, соответственно, с года до двух и с двух до трех лет. Вот это пособие у нас в марте месяце на уровне всей Российской Федерации в связи с введением ограничений и режима повышенной готовности было продлено беззаявительно. То есть, например, если у ребенка, ну, допустим, день рождения в июле, ну, скажем так, к примеру, то родителю необходимо было бы в июле обратиться за продлением на очередной год. Так вот, в марте месяце продлили беззаявительно это пособие до очередного дня рождения ребенка. То есть, например, если нужно было обратиться в июле этого года, то родитель теперь должен будет обращаться только в июле следующего года. Скажем так, немного облегчили участь родителей, потому что, опять же, собрать документы в период пандемии было достаточно сложно. Нередко мы видим, что как быстро и динамично меняется, да, законодательство в сфере социальной защиты населения. Давайте вот коснемся этих изменений именно в социальных выплатах для малообеспеченных детей, малообеспеченных семей с детьми. Вот нам пишут в соцсетях вопрос автоматического продления выплат в связи с ограничениями по распространению новой коронавирусной инфекции. Какова ситуация именно в связи с тем, что действительно ситуация, ну, непростая сегодня? Действительно, у нас на уровне Республики Крым есть дополнительные меры социальной поддержки для семей с учетом доходов. Это пособия на ребенка, пособия на ребенка одинокой матери и пособия на ребенка в случае, если второй родитель уклоняется от уплаты алиментов. Эти пособия назначаются семьям с учетом доходов, да, там критерий нуждаемости один прожиточный минимум, доход учитывается за последние три месяца. И также у нас есть помощь для семей, у которых уровень дохода ниже прожиточного минимума. Это государственная социальная помощь, малообеспеченная семьям, и ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба. Здесь также учитываются доходы за последние три месяца. Размеры пособий для семьи, в которой оба родителя, да, воспитывают ребенка, это 600 рублей. В семьях, где один родитель, да, это одинокая мама, либо второй родитель уклоняется от уплаты алиментов, размер пособия 2674 рубля. Государственная социальная помощь малобеспеченным семьям рассчитывается, исходя из разницы дохода семьи и установленного уровня прожиточного минимума. Вот эти пособия назначаются, помощь малобеспечена на 6 месяцев, соответственно, а те, о которых я сказала чуть раньше, на год. В марте месяце, опять же, в связи с режимом повышенной готовности, эти пособия были продлены беззаявительно до 1 октября 2020 года. Сейчас, в октябре, в связи с тем, что ситуация действительно нестабильная, непростая, было принято решение о продлении пособия на ребенка, пособия на ребенка одинокой матери и пособия на ребенка там, где второй родитель уклоняется от уплаты алиментов до 1 апреля 2021 года. Помощь малобеспеченным семьям и выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба все-таки будет предоставляться на основании заявления. Это связано с тем, что там достаточно большой перечень оснований для отказа и перерасчета. Соответственно, если продлить беззаявительно, может получиться так, что у семьи изменились обстоятельства, и потом через какое-то время будет выставлена переплата. Ну, дабы избежать таких последствий, все-таки заявительный характер остался, но при этом, например, государственную социальную помощь можно теперь оформить через госуслуги. Вот еще вопросы социальных сетей. По новому пособию для детей от 3 до 7 лет. Что это за пособие? Как его получить? Произошли ли какие-то изменения в порядке предоставления этой выплаты? Это пособие для нас новое. Оно появилось только с июня 2020 года. Это федеральное пособие, оно также было указом президента учреждено. Это пособие назначается на детей, которые достигли возраста 3 лет, но не достигли еще 8 лет, то есть от 3 до 7 лет. Это пособие назначается в семье, в которой доход на каждого члена семьи не превышает установленную величину прожиточного минимума. На сегодняшний день эта величина 10 748 рублей. То есть, если в семье воспитываются детки в этом возрасте и доход не превышает установленную величину, то такое пособие назначается в размере 5 612 рублей на 12 месяцев с даты подачи заявления. Есть условия, при которых пособие может быть не назначено. Это, например, если один из родителей нетрудоустроен, не осуществляет трудовую деятельность, не является предпринимателем, не состоит в центре занятости как безработный, ну и, собственно, не принимает никаких действий по улучшению, скажем так, благосостояния своей семьи, то в таких случаях принимается решение об отказе. Но при этом, например, если человек ухаживает за инвалидом или престарелым гражданином, то в таком случае пособие положено. И также, как новшество, если гражданин состоит на учете в центре занятости как безработный, а в этом году это актуально, поскольку все-таки большое количество граждан по разным причинам лишились работы и вынуждены были встать на учет как безработные в центре занятости, то пособие назначается, скажем так, раньше у нас для пособия по доходам необходимо было 3 месяца простоять на учете в центре занятости либо осуществлять трудовую деятельность. В 2020 году это условие исключено для пособия от 3 до 7 лет. И, скажем так, со следующего дня после присвоения статуса безработного уже семья имеет право на оформление этого пособия. У нас ряд граждан, которые являлись получателями пособия на ребенка по доходам, в июне месяце эта выплата от 3 до 7 лет была назначена беззаявительно. Собственно, 23 сентября Государственным советом Республики Крым был принят закон, в котором выплата продлена этим гражданам не до 31 декабря, как была изначально в момент назначения, а, скажем, до следующего июня месяца. Вот вы немного уже об этом говорили, все-таки не могу не задать вопросы соцсетей. О продлении социальных выплат семьям с детьми как продлить пособия или все происходит автоматически? Вопрос актуальный, его реально очень часто задают и в соцсетях, и по телефону, потому что очень большое количество пособий и разные порядки их продления. Те пособия, которые были продлены в марте месяце, это пособия на ребенка, государственная социальная помощь малобеспеченным семьям, это пособия при рождении первого ребенка, а также субсидия и пособия по уходу за инвалидом вследствие психического расстройства, они были продлены, кроме первого ребенка, до 1 октября 2020 года. Сейчас, в связи с тем, что ситуация остается все-таки сложной, продлены пособия на ребенка, пособия на ребенка одинокой матери и пособия на ребенка, где родитель уклоняется от уплаты алиментов до 1 апреля 2021 года. Субсидия продлена гражданам, это субсидия по коммунальным услугам, она продлена гражданам до 31 декабря 2020 года. Пособия на первого ребенка, соответственно, продлено в каждом случае до даты рождения ребенка. При этом, например, пособия малобеспечным семьям и выплату на приобретение социально значимых сортов хлеба все-таки продлевают по заявлению. Ну и понятное дело, что все первичные обращения, это если впервые человек обращается или только хочет попробовать обратиться за пособием на ребенка или пособием на ребенка одинокой матери, или выплатой при рождении первого ребенка и иными, то понятно, что эти пособия впервые назначаются только на основании заявления гражданина. В социальных сетях также активно обсуждается тема отмены жилищного сертификата. Вот тоже вопросы соцсетей. Что это означает? Продолжится ли сейчас предоставление дополнительных видов поддержки семьям с детьми для улучшения жилищных условий? 14 октября 2020 года был принят закон 116 Республики Крым об приостановлении действия этой меры социальной поддержки. Это означает, что выплата не отменена, дополнительная мера социальной поддержки для улучшения жилищных условий, а ее предоставление лишь приостановлено до 1 января 2024 года. То есть вопросов действительно много по этому поводу. Здесь сразу возникают несколько вопросов. Это что делать людям, которые не успели обратиться в принципе за этой выплатой? Что делать людям, которые успели обратиться и получили сертификат? Что делать людям, которые подали заявление, но их заявление еще не было рассмотрено? И что делать людям, которые получили сертификат, успели войти, скажем так, в сделку какую-то по улучшению жилищных условий, но не успели получить решение о распоряжении средствами этой выплаты? Вопросов действительно много. Попробую максимально понятно и коротко ответить. Те, кто не успел обратиться и имеют право на эту выплату, они смогут обратиться после того, как закон снова начнет работать, то есть после 1 января 2024 года. Те, кто подал заявление, и на момент принятия закона по ним еще не было принято решений. Эти граждане получат результат рассмотрения своего заявления в установленный срок. С этой целью был принят новый порядок Совета Министров Республики Крым, который как раз-таки урегулировал эту меру социальной поддержки в связи с принятием закона о приостановлении. То есть он как раз-таки регулирует, как нужно рассмотреть заявление, которое находится сейчас в работе, и как поступить с теми гражданами, у которых сертификат уже на руках. Так вот, те, кто еще не получил сертификат и заявление в работе, они будут уведомлены о принятом решении и по телефону, и письменно, ну и, соответственно, получат сертификат на руки. Те, кто получил сертификат, но не успел ничего с ним сделать, в декабре месяце, после 10 числа, будет сформирован сводный список Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, сводный список граждан на распоряжение средствами этой выплаты. То есть это будет некая очередность, где будет установлено, в какой период гражданин сможет им воспользоваться. То есть до 2024 года реально те люди, которые получили сертификат, смогут его реализовать. После утверждения этого сводного списка тем людям, которые находятся в списке, будут направлены письменные уведомления, в котором будет указано, до какого периода они могут ей воспользоваться. В прошлом году появилась такая мера социальной поддержки, как компенсация многодетным семьям затрат на школьную форму. Каким образом в этом году продолжается? Да, эта мера социальной поддержки появилась в прошлом году. В этом году она максимально упрощена, опять же, в связи с ситуацией с повышенной готовностью. В этом году предоставляется мера социальной поддержки без учета расходов на приобретение школьной формы. Подается заявление. Подается заявление, может быть подано через портал госуслуг, через МФЦ или в соцзащиту непосредственно. К заявлению прилагается только копия паспорта родителя, удостоверение многодетной семьи и свидетельство о рождении ребенка. Остальные сведения запрашиваются нами самостоятельно. Это об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении. Много вопросов из социальных сетей по поводу ситуации ограничения приема граждан. Каким образом сегодня граждане могут получить от вас какие-то справки или дать документы на пособие и так далее? Как вы сегодня работаете, в каком режиме? Действительно, вопросов много. Первое, это прием граждан очный, действительно ограничен. Это связано в первую очередь с необходимостью соблюдения определенных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции. Ну и плюс с заболеваниями граждан и сотрудников и так далее. Почтный прием граждан ограничен, но при этом у здания нашего расположен прозрачный ящик для приема обращений граждан, в который гражданин может оставить свое заявление с комплектом документов и обращение и прочую корреспонденцию. При этом выемка почты производится несколько раз в день. То есть, если, например... То есть, к вам оперативно эти документы приходятся? Да, в течение дня несколько раз. Помимо этого, мы принимаем документы через электронную почту, абсолютно равнозначную обычной почте. Понятно, что можно отправить почтой Крыма. И ряд пособий у нас сейчас доступен для оформления через госуслуги. Это пособия, опять же, на школьную форму, пособия на ребенка от 3 до 7 лет, которые можно... И также у нас государственная социальная помощь, малобеспеченным семьям тоже уже доступна через госуслуги. Ну и ряд пособий через МФЦ доступен к оформлению. Мы видим, как динамично меняется законодательство в сфере социальной защиты. Каким образом сегодня жителям можно, жителям Симферополя, оперативно получать вот эту информацию об изменениях в этой сфере? Необходимо может обращаться или к вам в департамент, или каким-то образом другим можно получить? Но вот в целом, как этот контакт сегодня налажен с жителями? Действительно, в этой ситуации многие опасаются, скажем так, выйти из дома, а многие, в принципе, не могут. Поэтому особенно важно, чтобы человек мог получить информацию онлайн, не выходя из дома, а просто находясь у себя дома перед компьютером или мобильным телефоном, получил всю необходимую информацию. Особенно это актуально, конечно же, для семей с детьми, где много достаточно разных выплат. Где-то нужно продлевать, где-то не нужно. Поэтому всю актуальную информацию, плюс изменения законодательства, мы стараемся публиковать практически каждый день на сайте администрации города Симферополя, ну и, соответственно, на вкладке Департамента труда и социальной защиты. У вас отдельно есть своя вкладка, да, где всю информацию можно не искать по сайту, а именно... Да, сразу можно вбить в поисковике, например, Департамент труда и социальной защиты города Симферополя. Он как раз-таки сразу выдает ссылочку на эту вкладку. Там размещена достаточно подробная информация о мерах социальной поддержки, размещены бланки заявлений на разные меры социальной поддержки. Ну и, соответственно, мы публикуем, стараемся красочно и доступно все изменения в законодательстве, какие-то новшества, какие-то услуги через госуслуги и так далее. Помимо этого, очень активно сейчас пользуются популярностью это социальные сети, особенно Инстаграм и социальная сеть ВКонтакте, да. Это удобно, потому что гражданин может прочитать необходимую информацию, тут же задать вопрос и получить в течение нескольких дней ответ на свой вопрос. То есть, я думаю, тем, кто в социальных сетях постоянно находится, да, не проблема найти вашу страничку, да, наверное, и задать свои вопросы. Мы также публикуем ссылочки на свои странички на нашем сайте, если кому-то проблематично найти, допустим, так, страничку, то он может взять ссылочку на сайте и перейти спокойно, почитать всю информацию, задать вопросы. Ну, думаю, это была позитивная новость. Друзья, напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» была Диана Фератова, начальник департамента труда и социальной защиты администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Любите наш город. Встретимся через неделю.